Мое личное мнение тоже. Библия конкретно не пишет, целоваться нельзя. Грех до свадьбы. Но как затронул Вадим, как говорил Майкл Венчевский, и я просто сравниваю свою жизнь. Я просто пришел к выводу, что действительно, это просто маленький шаг к большой пропасти, которая называется блуд. И я не думаю, что кто-то из вас хочет начать строить свою семью на блуд, на каких-то нечистых вещах, на грехе. Каждый хочет чистоты, святости в своей семье. Мне понравился мой брат, однажды мне сказал, когда я начал встречаться, я подумал, вот все целуются, и рот закрытый, говорит. И даже не знаешь, поговорить не можешь. А потом женишься, и не знаешь, о чем поговорить. Оказывается, и поговорить не о чем. И говорит, я подумал, да, лучше я буду сейчас разговаривать, а потом, когда женюсь, буду целоваться. Поэтому, think about it. Когда ты до свадьбы, ты молчишь, потому что целуешься, а потом женился, ну вот, вот, так она разговаривать по-русски не умеет, оказывается. Нашел, до этого не разговаривал, рот закрытый был. Еще если смотреть свадьбу, то что особенно вообще именно в этой части традиции, когда муж целует жену, то есть в чем особенность вообще? Нету никакой особенности, то есть паса говорит, now you may kiss the bride. А, окей, it's like, done deal. You know, what's so special about it? Не делает ничего спешл. Я сто процентов согласен. Просто, ребята, я вам просто честно скажу, когда ты сохранишь это, и этот первый день, когда ты можешь это сделать, когда Бог смотрит, это чисто. Тебе самому приятно. Ты хранил себя, и ты просто ждешь этого момента. Жена, конечно, стесняется, а ты готов. Потому что знаешь, что сегодня это можно. И пастор говорит, сегодня ты можешь. Бог смотрит на это чисто, теперь ты можешь сделать этот шаг. И ты целуешь свою жену, уже жену. И я честно скажу, сохрани это. Если ты еще не в релэшншипе, сохрани это на первые. Просто потом будет что вспомнить. Когда твои дети будут спрашивать, ты скажешь, вот это я сохранил. Красота, чистота. Знаешь, а это не то, что там, теперь ты можешь положить ложку сахара в свой чай. Да я всегда ее уложил. Теперь ты можешь подсылать. Да я ее всегда отсылаю. Чего мне ее можно отсылать? Пастор, я ее всегда отсылаю. Зачем мне это делать? Нет, это спешл. Сохрани это. И просто приятно будет. Этот день будет для тебя праздником. Когда ты хранил себя. Когда ты не обнимал. Не, может быть, держал за руку. Ну вообще, мне понравился один парень. Сказал, говорит, когда парень с девушкой встречаются. Говорит, они должны быть ровно на таком расстоянии. Чтобы Христос между ними получился. Поместился. Поэтому, если ты стоишь ближе и смотришь, что Христос между тобой и ею не помещается. Ребят, надо чуть-чуть дальше сесть. Поэтому, ориентирся. Это лучшая, хорошая мерка. Когда ты из этого расстояния, ты точно не долезешь целоваться. Ребят, я честно скажу. Поэтому, я. Опять-таки, в Библии конкретно об этом не написано. Поэтому не можем сказать, что это конкретно грех. Но просто сохрани. Посмотри это с другой стороны. Посмотри, как ты можешь сохранить этот подарок для себя и для своей жены во время свадьбы. Женитьба. В общем-то, это главный поинт, к чему все шла, все эти дейтинг. Гормоны. Вся вот эта долгая история идет к тому, чтобы жениться, найти одного человека. Посвятить ему всю свою жизнь. И, как мы уже говорили, я опять буду повторять эти вещи. Первое, что если ты хочешь быть счастливым в своей семье, послушай меня очень внимательно. Молодой ты или старый уже себя считаешь. Послушай очень внимательно. Если ты хочешь быть счастливым в своей семье, запомни главное правило. Что свадьба, что женитьба, это не тогда, когда ты начинаешь получать удовольствие. Во, финал, сегодня я могу получать что-то. Первый день, когда ты сделаешь шаг в женихбу, это первый день, когда ты должен начать отдавать себя. Не ждешь получать взаимно обратно. Если ты хочешь счастливую семью, отдавай себя. Планируй отдать себя. Это пришел с работы уставший, пошел помыл посуду. Это ты весь день началась с ребенком, но ты до последних сил доползла, готовила мужу еду. Это ты отдаешь. В день, когда ты в своих отношениях начнешь получать для себя, это день, когда ты начнешь разрушать свою семью. Почему мы сегодня видим так много молодых пар, которые начинают разваливаться? Потому что кто-то начинает искать себе. И это то, что начинает разрушать семью. Как мы, Вадим читал из Библии, любовь, что она делает? Она не ищет своего. Если ты хочешь, послушай, просто забей себе большими буквами в голове. Если ты хочешь счастливой жизни, настройся отдавать себя. Не получать, не изменять. Вот жена неправильно готовит. Сейчас я буду ее изменять. Но настройся изменяться. Вот жена неправильно готовит, значит, мне надо полюбить это. Вот она не так стирает, значит, мне надо научиться так, как она. Просто подстройся, когда ты подстраиваешься под другого человека. И тогда твоя семья будет счастливой. Если ты будешь искать своего, вот это мое, вот для меня, вот что-то я не получаю, вот что-то мне не так. Слушай, это день, когда ты начнешь разрушать свою семью. Ну, еще одну вещь хотел сказать, что доверие друг другу. Всегда муж и жена, они должны доверять друг другу. Кто уже женатый. Это одна из вещей, которая разрушает семью. Когда ты не доверяешь друг другу. Когда ты начнешь подозревать, вот что-то моя жена в школе задержалась, на работе. Доверяй друг другу. И что я еще хотел сказать. Много написал. А, что еще какая вещь хотел коснуться. Что когда ты женишься, я скажу, те чувства, которые ты испытываешь в начале, они очень короткие. Вот это мурашки, вот такое поднятое настроение. Ой, влюбился. Я скажу, в жизни они меняются. И они становятся совсем по-другому. Ты не можешь прожить жизнь на таких чувствах. Вот эта красивая романтика розовых цветах, это только первый парт влюбленности. Потом начинается жизнь. И просто настраивайся не на романтику, потому что далеко не протянешь. Настраивайся на жизнь. И Бог так создал. Поэтому не торопись романтику запихать в семейные правила. Вот целоваться, обниматься, интимные отношения. Оставь это на потом. Пускай эта романтика пройдет чисто. В розовых цветах. И потом, когда она степ-бай-степ идет, оно приносит благодать. Оно приносит благословение в твою семью. И какая вещь, что когда ты влюбился, ты, я бы сказал бы, 90% не видишь правды в том человеке. Ты настолько влюбился, ты не видишь его плохих сторон. Ты не видишь его ошибок. Но когда ты женился, и ты уже остался один на один, ты вдруг начинаешь замечать. Мен, он носки по сторонам разобрасывает. Меня это злит. Туалет постоянно открытый. И думаешь, как я раньше это не замечал. Так он не бреется никогда. Или, я не знаю, она там посуду плохо моет. Как бы просто... That's why love. Ты умеешь подстраиваться. Ты помогаешь. Когда ты уже женился. Почему мы говорили, не стоит встречаться, не стоит пробовать вот это, вот это, вот это. Потом найду и буду жить счастливо. Почему надо ждать, когда гормоны твои начинают работать? Почему надо научиться ждать? Послушай очень внимательно. Это очень important. Потому что когда ты женишься, и ты не научился ждать, ты не научился быть терпеливым, ты не научился контролировать себя, то я тебе хочу сказать, что когда ты женишься, ты точно так же будешь смотреть по сторонам. Ты точно так же будешь хотеть чего-то дальше. Тебя не будет устраивать одна жена, потому что ты уже дружил с пятью девчонками, тебе уже надоело, хочется чего-то нового.